друзья день добрый приветствую всех на нашем сегодняшнем эфире вы на марафоне марафоне как вести бизнес сегодня и у нас серия встреч с вами много регистрации мы видим вас и здесь и видим в телеграм-канале у нас кстати есть телеграм-канал где мы анонсируем ближайшие эфиры и то что происходит разговариваем общаемся с вами и между собой тоже общаемся об этом говорили а сегодня у нас первый эфир и мы очень рады видеть вас здесь мы будем говорить про разные вещи касающиеся бизнеса про разные аспекты бизнеса на протяжении ближайших двух недель в эту неделю и в следующей неделе и начать мы с вами хотели бы про разговор о том как вести себя в условиях стресса окружающего стресса сегодня человеку который управляет бизнесом владельцу бизнеса как строить коммуникацию в команде и что вообще сейчас делать какую сторону посмотреть и первый эфир открывающий эфир сегодня мы пригласили вместе с нами провести максим передонова это серийный предприниматель сейчас это бизнес клуб реформа а вы наверняка видели многие проекты максима в том числе проект с группой компании нетология но я думаю что максим расскажет чуть подробнее какой опыт большой опыт за плечами стоит у него и каким образом сейчас он рекомендует вести себя собственником максим день добрый присоединяйтесь да привет отлично зеленое красивое все у вас да я готовился ночь не спал выставлялся могу начинать да я понимаю да я оставляю вас вместе с аудиторией буду смотреть на вопросы в чате у нас вопросы есть пожалуйста адресуйте их там есть наши партнеры которые отвечают на вопросы про битрикс24 и вопросы которые максиму адресованы конечно тоже отправляйте туда мы их будем собирать и в конце оставим время на то чтобы на эти вопросы ответить если что-то очень отзывается внизу есть огонек нажимаете на это всегда приятно и показывает насколько вам заходит та или иная мысль оставляю вас максим удачи да я подумал что не хватает наверно льдинки тогда в альтернативу для того чтобы был некий баланс я кстати прошу вывести мне презентацию для того чтобы можно было сопроводить меня слайдами о здорово всем привет ребят значит для начала представлюсь я то что называется серийный предприниматель как недавно я сознался тебе говорят да вот я слышал прежде много раз такое определение типа серийный предприниматель но не особо задумывался что это означает как бы сейчас понимаю что некоторое количество будавшихся проектов в моем случае это штук 15 и крайне из них очень верю что не последние вы могли слышать это металлогия фоксер тэд маркет я много занимался образованием последние 10 лет образовательными проектами и очень много из металлогии выросло так сказать спин-офф проектов побочных которые создали мои воспитанники можно так сказать яндекс практикум skill factory тетрика это не то что делал я но делаю ребят которые воспитались внутри моей компании металлогии групп которая возникла из того стартапа что я построил 12 лет назад сейчас я не руковожу чем-то непосредственно хотя очень много занимаюсь интересной темой темой отраслевого сообщества для предпринимателей особенно в условиях кризисных условиях тяжелых на мой взгляд очень важно создать правильное окружение для себя и это как будто бы такая банальная вещь и затертая фраза но ответ на вопрос как именно это должно быть создано на мой взгляд штука весьма нетривиальная и вот как мне кажется мы в реформе этот ответ находим в том числе потому что команда которая занимается этим клубом люди из образования из методологии то есть мы очень серьезно заходим в изучение вопроса фундаментально что такое вот это вот правильная среда что такое среда как продукт которая мотивирует помогает развивает экспертно поддерживает современного бизнес-лидера вот значит ну и попутно я сейчас экспериментирую с работой с большими системами мне стало интересно что такое бизнес на уровне корпораций но работать в найм мне уже идти поздно я не до жизни не работал нами поэтому я вот решил попробовать побыть таким вот участником стратегических групп что кстати говоря весьма любопытно оказалось и вхожу в сайт директоров групп компании самолет многомиллиардная корпорация в долларах торгующийся на бирже вот это все это довольно любопытно ну и попутно занимаюсь еще кстати говоря помогаю стратегии университета и тмо и тмо это один из ведущих вузов россии петербургский вуз не так распиарен как как мвт или мгу но тоже весьма и весьма айтишники часто выпускники либо мвт либо и тмо значит если чуть конкретнее потому чем я занимался в общем это сейчас я быстро проскочу не думать что буду рассказывать про каждый проект однажды выложил он timeline все мои стартапы и получилась вот такая история причем это такие это только удавшиеся я начал в начале двухтысячных с ивент бизнеса в оффлайне а потом перекочевал в онлайн опуская подробности в общем этих бизнеса было довольно много и вот сейчас я занимаюсь реформой инвестирую и учусь работать с большими системами что мне показалось любопытным то есть как предпринимательские навыки и качества стартаперские навыки и качества можно применить в используя ресурсы корпораций они блин богаты эти корпорации как вы сами знаем и заныривая внутри оказывается действительно что прям огонь какие значит ну совершая представление нотологии группа если красиво в цифрах это вот так вот то есть больше 10 миллионов долларов инвестиций которые я привлек часть из них были моими кстати говоря на входе я поднимал все это на свои деньги большое количество пользователей различные премии вхождение в различные списки типа 20 самых дорогих компаний рунета вот но все это для меня уже комната смысле история антология фокса этот маркет взываются своими траекториями я продал компанию осуществив так сказать мечту стартапера можно выразиться начал с ноля стартап дорастил его до нескольких тысяч штата сотрудников нескольких миллиардов рублей оборота и продал самому богатому человеку страны тот момент когда у меня покупал алексей мордашов антологию групп два года назад он возглавлял список форбс россии вот но сегодня не об этом это я просто чтобы сказать понять что я дать понять что я имею возможность разговаривать на тему бизнеса и предприятия поэтому такое представление мы сегодня поговорим о том что происходит мире и как предпринимателю бизнес лидер на это реагировать тем более что вот как показывает этот мем действительно пора подумать над планом не только краткосрочным как наверное многие видели шутку то что долгосрочное планирование 2022 это запланировать завтрашнее утро вот но подумайте о чем-то более широко то есть понять как вот в этих новых мать их условиях мы будем жить и адаптироваться вот значит и собственно говоря немножко контекста как я вижу происходящее ну собственно как мы все это видим просто я назову их своим именами постараюсь не впадать в какие-то крайности которые там могут граничить с экстремизмом как это говорит сегодня российская исполнительная власть значит мы находимся в невероятной турбулентности там буквально сегодня просматривал отчет по моему black rock такой крупнейший инвестиционный фонд мировой отчет по итогам 22 года и прогноза 23 и у там среди прочего говорилось что вот это тот геополитическая неопределенность турбулентность она мощнейшая со времен второй мировой войны ну то есть как бы нам повезло жить в такое время чудесное интересное я кстати говорит из иронии из и без иронии говорю потому что для предпринимателя это в том числе как ни крути время возможности вот значит дальше мы живем в давлении информационном мы толком не понимаем что будет и наши сотрудники тоже не очень понимают с будущим и в общем периодически ставят вопросы буквально физической и психологической безопасности а в экономике что происходит может там какие-то хорошие новости но не то чтобы очень я не буду зачитывать все буквально но вот если так вот сделать срез слопывается спрос сильные управленцы как уезжали так и уезжают два потока были серьезных февраль-март и сентябрь-октябрь кто-то конечно вернулся но говорить о том что этого не повторится учитывая вероятность возможного повторения разных кризисов я бы не не гарантировал вот ясно что снижается деловая активность инвестиции то есть такая вот нисходящая воронка которая приводит к срывам долговых коммерческих обязательств то есть грубо говоря у меня проблема я тебе не плачу ты мне я тебе не заплатил у тебя проблемы у тебя проблемы ты не заплатил своим сотрудникам сотрудников проблема инфляция в общем такие дела ну и докидывая туда же про экономику а значит модуляционный тип экономики который пока еще не наступил но потихонечку к этому похоже по крайней мере в отдельных отраслях идет дело падает ввп ну и как мы сами знаем страна оказалась в удивительной финансовой изоляции которую большинство из нас не припомнят собственно говоря практически все из нас не припомнят даже я человек который родом из советского детства я застал поздний советский союз маленьким вот это ну как бы в силу того чтобы маленький общем мне кажется это было не так не так как бы сильно но и мировая экономика не отстает значит замедлился рост сша евросоюз испытывают те или иные проблемы это драйвера мировой экономики китай со своими тараканами там нулевая терпимость к виду которая приводится и к замедлению экономического роста и к политическим волнениям как вы могли слышать в общем там такой коктейль который также негативно влияет на экономику а поскольку экономики мировые они очень сильно взаимосвязаны то общем и китай нас какой-то мере затрагивает поскольку тем более сейчас мы рассчитываем что русские и китайцы братья навек как это говорилось в 70-х годах во времена культурной революции кажется ну или в общем в тех краях когда китайцы с советским союзом тоже пытались дружить в общем то вот это вот фраза была русский с китайцем братья навек почему-то у меня в памяти она осталась из детских книжек значит ну мировая экономика продолжая рассказ о ней в общем вот это все до остановка поставок газа конфликт россии западного мира вокруг энергоносителей к вид так или иначе пока еще не ушел значит все болтается ну в россии вот такая история то есть мы падаем хотя конечно не так сильно да вот тут немножко оптимизма то что все таки российская экономика оказалась гораздо устойчивее чем говорили практически все экономисты ну как бы либеральные и как будто бы независимая и эта устойчивость каком-то смысле сюрприз для всех нас и сюрприз приятный вот один факт того что рубль сейчас находится на пускай искусственном относительно но такого крепком курсе это удивительно и то что ввп упал не на 10 15 20 она там 35 процентов как посчитать это вот конечно подарок инфляция тоже разогналась не так сильно совсем не так сильно как могла бы при этом конечно отток капитала присутствует он будет продолжаться отток людей присутствует так далее вот мне вопросы с этим вы как вообще вот как вам с этим всем как вы себя чувствуете что по этому поводу думаете можно текстом можно огоньками супер позитивно все нормы да вот к чему это мой вопрос потому что ответьте себе на него для руководителя на мой взгляд ситуации кризиса весьма и весьма важно как вы поняли теперь я буду сопровождать этот рассказ для того чтобы балансировать степень серьезности я буду сопрождать его такими мемами которые моя команда подобрала тематически вот предлагаем вот это вот осмыслить а значит я бы тоже наверное на месте этого товарища кричал громче других если бы знал значит к чему это все я часто повторяю для себя и для тех ребят которым я помогаю в той иной форме расти так получилось что последние годы мне очень много приходится работать с управленцами прежде всего конечно руководители внутри моих компаний то есть там руководители бизнес-юнитов департаментов бизнес-лидеры которые занимаются теми стартапами которые я проинвестировал и в которые зашел как управляющий партнер вот и даже топ-менеджеры корпорации потому что сейчас как директор независимый директор в сайте директоров самолета тоже я взаимодействую в том числе и с такими довольно высокопоставленными крутыми топами которые кстати говоря как я выяснил порой зарабатывают несусветные совершенно деньги которые мне как предпринимателю все время даже не снились вот но как бы опять-таки это правило игры корпорации зато они в найме значит важно при всем этом понимать что любая эффективность бизнес-лидера начинается с себя и начнем мы наш разговор с того что поговорим совсем коротко конечно поговорим о том как себя привести максимально искусственное состояние и сделать тем лидером за которым хотят идти даже так тем лидером который хочет идти сам он не сгорел он не перегорел за которым хотят идти и которые видят в этом смысл снова немножко контекста значит надо понимать что мы все существуем в процессе стресса внутри разных искажений это персональные искажения то есть мы пытаемся там объяснить происходящее порой иррациональное чем-то рациональным ищем информацию мы пытаемся создать иллюзию контроля даже тогда когда это невозможно мы пытаемся найти информацию который подтверждает наши предположения а не найти реальную информацию эту такая предвзятость подтверждения мы как группа мы и наши люди существуем в разрезе групповых искажений и важно понимать как это работает для того чтобы избегать их негативного влияния то есть мы всегда пытаемся там мы всегда на суде все время пытаются поддержать общее мнение о мнении группы есть исключение но большинство все-таки очень конформистки настроены значит мы в принципе считаем что мнение группы она скорее справедливо чем несправедливо а значит мы исходим из того что люди вокруг считают так же как и мы с нашей проекцией вот ну и нам кажется что если какие-то вещи повторять постоянно то это станет правдой это не совсем так надо это понимать значит и вообще надо понимать что 90 процентов времени сейчас я сидит у вас как бы совсем уже за кошмарю значит мы живем не приходя в сознание и кстати об этом не задумываемся мы живем на рефлексах так устроен мозг ему так удобнее так быстрее действительно если бы задумывались от каждым действием если я задумал сейчас как бы как вот я подниму руку жестикулируя для того чтобы как-то почерпнуть свою мысль наверное я бы очень быстро либо сошел с ума либо пришел к очень очень низкой эффективности абсолютно размышлял о каждом движении поэтому мы на рефлексах вот но ситуации кризиса нам важно находить инструменты не следование этим рефлексом буквально как обычно мы себя ведем стимул реакция что случилось мгновенно как и как-то вот и не знаю прихлопнул наорал убежал вот как правильно вести себя в кризисе и как можно тренировать себя реагировать стимул пауза анализ реакция понятно что не всегда это возможно понятно что там ситуации пожара на этот по паузы анализ у тебя есть не знаю секунды но даже в этой ситуации ситуации пожара эти секунды желательно брать для того чтобы реакция была более осмысленная стимул пауза анализ реакция значит но при этом хорошая новость том что мы способны перепрошить наши базовые установки и вообще вот весь мой рассказ сегодня это вот некий продукт рефлексии моей собственной перепрошивки не то чтобы я как-то волшебно перепрошить я думаю что я очень далек от идеала но сравнивая себя с собой прежним 35 и уж тем более 10 15 лет назад я понимаю что я прям какой-то терминатор вот с собой прежним да то есть возможно я был очень несовершенен и кстати скорее всего так и было но вот способность размышлять о том как построено восприятие как какие искажения влияют на меня на мою группу людей вокруг меня как я могу на это повлиять как расшивать стену реакция на что-то большее это реально помогает но правда плохая новость том что мозг не хочет это делать наш мозг очень ленивая сволочь и при прочих равных он старается лениться это вопрос выживания он экономит усилия то есть мозг все время живет в ожидании как бы нам затаиться сохранить энергию для того чтобы на черный день так сказать да чтобы когда придется там не знаю убегать от соблезубого тигра то как бы там я включусь на полную программу а пока буду себя экономить значит но при этом мы можем влиять на то чтобы возвращаясь ресурсное состояние из апатии лени страха которым оказываешься в ситуации подобных этому который мы присутствуем возвращаясь с помощью осознанных направленных последовательных действий которые мы сами дивизируем несколько лайфхаков на отчет значит первое можно и полезно ставить анапалду но то есть если особенно у тебя очень жесткий график почему бы не запланировать в этом жестком графике в календаре прям буквально какие-то слоты для микропауз пауз и реального отдыха важно системности ограничивать себя от потока новостей и скажу банальность да и сокращать использование гаджетов вы это знаете никаких сомнений вопрос что большинство из нас это не очень делает то есть потом как бы там знает на 10 минут 15 минут на день потом сваливается снова в старую парадигму это нас влияет вот как бы лежать это фокусе можно это полезно другое значит совсем уже банально из разряда мама говорила а вообще это подумать о здоровье ну типа достаточно сна прогулки свежим воздухом правильное питание спорт вы вызвали так далее да если об этом недавно писал себя телеграме там чуть более развернул какие такие базовые свои привычки которые помогают быть продуктивными можете почитать но в целом эта штука которая вот встраивая жизнь ты уже не замечаешь что она есть она позитивно влияет на тебя ну то есть любая привычка она из такого разряда то есть ты ее встраивать жизнь либо настраивается сама плохие привычки встраиваются сами вот и дальше ты не замечаешь вот кроме физического есть ментальное состояние ну я до такого-то возраста не задумывался о том вообще как я типа как я себя чувствую смысле ментально то есть вот я счастлив несчастлив я мне хорошо вот от того что я делаю или плохо мне приятно или неприятно общаться с теми другими людьми тем не менее это полезно и вот в этом смысле есть целый набор инструментов которые можно и нужно осваивать бизнес-лидеру хотя казалось бы какая связь бизнес и вот эти вот аффирмации или прости господи ароматерапия но не знаю что нужно заниматься всем этим да просто это демонстрация того что можно взять и что можно попробовать приложить и она может быть таким медиатором вашего вашего психологического состояния можно и нужно изучать способы увеличения уровня счастья мы биомашины у нас наше настроение состояние много определяет гормональный фон и есть конкретные гормоны и конкретные способы их увеличения серотонин ну вот по списку да сладкое ну как бы в умеетном количестве до солнце и бады с различными историями и в общем и счастье немножко больше дофамин да опять-таки и или бады или сон а лучшее и другое и удовольствие от любимого дела окситоцин близкие люди рядом общение с ними телесный контакт с ними знакомства приятные знакомства казалось бы какая связь приятные знакомства и бизнес а вот прямая связь потому что если вы не ресурсе то жизнь вам не милая и бизнес вам тоже в общем не очень и вы наверняка это знаете эндорфин ну как бы вообще огонь экстремальные виды спорта секс смех и ну это можно сознательно встраивать свою жизнь увеличивать объем этого в своей жизни ну короткий спойлер того что я писал у тебя телеграме на днях это вот мои мой личный опыт а я с утра просыпаюсь типа с вопросом кто я и что я делаю не каждый день не то чтобы я как бы там использую в качестве будильника но там два-три раза в неделю у меня такой вопрос и сознательно рождается уже привычно рождается почему это полезно но потому что я таким образом укрепляю себя в мысли о том что все дальнейшее что буду делать в календаре написано оно бьется с моим фундаментальным направлением движения моим фундаментальным представлением о том куда и зачем я иду потому что ну как бы если нет ответа на вопрос зачем я делаю то что я делаю по большому счету то все остальное может быть бессмысленно у меня правило 15 шагов денег на руке трекер много лет уже я хожу и вот если посмотреть на статистику у меня там каждый день может не получаться 15 шагов но в среднем понедели в среднем по месяцу среднем по году 15 шагов плюс есть вот это встроено в жизнь я я уже чувствую себя некомфортно если этого не сделаю вот эта хорошая штука с привычками любыми привычками как здоровыми так и нездоровыми в том что если ты встроил это в жизнь она как бы стала ритмично такой ритмичной рутиной то дальше не может делать усилий для этого она просто есть и даже скорее дискомфорт от того что ты этого не делаешь ну вот ну и так далее до питания стремящиеся быть здоровым не то чтобы я ем только здоровую еду но преимущественно вот спорт и так далее и вопрос как себя чувствую с эти говорят тоже вот меня даже календаре стоит типа несколько раз в неделю такая вот микро рефлексия называется и вопросы что я думаю по поводу сегодняшнего дня как то что прошло как то что предстоит указанное в календаре как я себя чувствую сейчас я просто как себя чувствую зависит даже вот в момент когда сами разговариваю да вот я сейчас общаюсь с аудиторией который я не вижу это не всегда удобная история но вот там в том числе ваши огни кстати говоря которые показывают что вы реагируете помогают мне быть соединенным с происходящим чувствовать смысл и от этого чувствовать себя лучше чувствовать себя более уверенно спасибо кстати говоря вижу они очень интенсивны это здорово это приятно кстати тоже раз и немножко получил там человек такой получил наверное типа эндорфина там или сиротонина я с этим плаваю я примерно понимаю как каждый из этих гормонов вырабатывать базовыми способами но вот как ученые конечно я слабо значит ну такая табличка может быть например да вот мы поговорили о том что это может быть всякие истории эндорфины и все прочее вот можно взять табличку сейчас может прямо за скриншот если хотите или сфотографировать и ее заполнить такая декомпозиция счастья то есть расписать себе примерно в таком духе до 15 минут здесь что вкусное обняться ну то есть иметь такую если у нас есть трагические планы по компании есть тактические там дашборды с планерками почему не сделать вот такой вот дашборд план по приведению себя в более ресурсное состояние например вот дальше эта штука которых с этим и глубоко исследуем в реформе это поддержка окружения вещь которую нельзя невозможно переоценить в том числе потому что мы с вами задумайтесь последние 150 наверное лет может чуть больше чуть меньше живем в нарастающей пандемии одиночества с вот и вот промышленными революциями с обществом такого переходящим в большую урбанизацию чем дальше тем больше разваливаются два таких больших круга это община ну то есть люди вокруг меня там условный 100 150 человек живущие моей деревне или там живущие моем моем доме если это взять город связи эти слабнут согласитесь не то чтобы мы особо общаемся с соседями не то что мы особо дружим с ними а вот раньше было иначе это была связь очень мощная то есть я мог опереться на свое окружение и уж тем более я мог опереться очень сильно и очень результативно на свою семью причем семью не папу маму а в широком смысле семья как бабушки дедушки двоюродные братья там кумов я зитья там и так далее вот это вот такая мощная история которая нас довольно сильно держала и это у кого-то еще сохраняется слава богу да но все меньше и меньше если посмотреть на тренд то это конечно распад этого всего этих связей происходит очень сильно особенно последние лет 10 20-30 наверное когда количество количество общения резко растет а качество общения падает особенно много нас виртуального общения но глубина этого общения она недостаточно для нас как существ чувствующих как людей желающих теплоты поддержки и вот это все вот и осознав это можно и нужно опять-таки работать с этой штукой значит работать как бизнес-лидер как менеджер работать с ближним кругом если вы на смысле у вас не построена можно построить можно начать формировать более глубокие связи с родителями с супругом с родственниками и друзьями организовывать это посиделки разговоры планировать совместное будущее и так далее это можно делать также как вы планируете не знаю бюджет на маркетинговые каналы точно так же как можно планировать историю с кругом профессиональным там еще есть попутная польза от того что вы можете таким образом и повышать качество нетворка что очень полезно влияет частенько на бизнес и качество экспертизы то есть вы будете учиться у тех людей с которыми вообще эти особенности они сильнее вас это весьма полезно вот ну и выстраивать какие-то отраслевые связи другой инструмент который можно вообще поставить на первое место это уточнение образа будущего мы частенько забываем в рутине каждого дня а на хрена вообще мы делаем то что мы делаем это то о чем я говорил в своих лайфхак когда то что я создаю вопрос зачем я иду куда я иду и кто я по несколько раз неделю особенно вот в полусне таком состоянии таком как бы ну немножко незамутненного сознания да когда еще не проснулся вот но в целом это можно и нужно делать и более системно и прямо вот с собой с командой разговаривать типа а как выглядит этот самый образ будущего который мы движемся в чем его вдохновение почему это имеет смысл почему это сохраняет смысл и сейчас в условиях когда многое изменилось вот этот образ будущего он включает себя не только работу и бизнес но и какие-то представления про семью и окружение если когда мы выявили что нам это важно ну или знали что это важно но не закладывали это в какие-то системные планы физическое ментальное здоровье может суммировать то что мы с вами прежде обсуждали и более того если эта идея покажется верной это будет очень круто потому что большинство из нас предпринимателей людей бизнеса упоротые достигаторы трудоголики трудоголизм ну вот как я понимаю сейчас после там 20 с лишним лет бизнес практики трудоголизм такая же зависимость как любой другой изм она конечно не такая губительная как наркомания или алкоголизм но там тоже весьма и весьма много в моем случае у меня были ситуации когда я попал в больницу аж в реанимацию от того что переработался вот и но тоже многое многое позволило переосмыслить поэтому в вашем образе будущего вдохновляющем образе может быть и бизнес хочу построить единорога в области не знаю там электронной коммерции работающего на рынке восточной азии жить таиланде семьей с пяти детей любимой женой и чувствовать себя здоровым счастливым не знаю медитировать каждое утро и так далее ну вот примерно у каждого это будет свой какой-то вариант ну как картинка я какой-то момент для себя придумал что вот мой образ будущего и такой парящий в в небе некий остров город на случай это иллюстрация к свифту остров лапута если помните там кроме путешествий страну гулливеров стану смысле лилипутов и страну кого-то там еще да вот он путешествовал в такую в такой остров остров лапуту вот он такой прекрасный парящий в воздухе вот я себе придумал что это мой образ так может выглядеть мой образ будущего и детали этого образа вот я себе рисую во всех тех проекциях которые предложил вам с этим порой достраивая какие-то дополнительные тоже можно сфотографировать хотите образ будущего потом заполните какой я с кем я где я какие у меня отношения доберу энергию чем я занимаюсь но те вопросы которые точно должны быть фундаменте того что вам будет помогать дальше про инструменты лайфхаки приведение себя в норму рефрейминг то есть когда ты разделяешь факт и эмоцию да то есть случилось что-то плохое ты как бы типа давайте разберемся давайте снимем эмоциональную окраску и поймем что случилось дополнительный инструмент мой личный я его часто использую это отношение ко всему как тренировки потому что если ты там выходишь на защиту какого-нибудь важного для тебя проекта если ты не знаю идешь на какую-то встречу которая имеет свой волоносное значение для твоего бизнеса и она срывается она идет не так как ты хочешь то один вариант отношения рождающий один одну плоскость дальнейшего развития событий это типа все все пропало я умру бомжом как бы я я неудачник и понятно мама говорила что ничего не получится если ничего не получится и как я это все донесу не знаю жене команде и так далее вот а другой вариант типа того что о и тут другая история как интересно получилось да вот это тоже это очень часто использую как интересно получил меня жена даже над тем смеется происходит что-нибудь плохое она мне уже как бы всеми типа ну что интересно получилось вообще интересно вот это рефрейминг да то есть вместо того чтобы как ужасно получилось как страшно получилось как интересно получилось это была тренировка а ну-ка какие уроки могу из этого вынести ну ясно там вот как почему получилось именно так интересно они иначе важный способ вынести эти уроки максимально качественно. Тут можно подумать, что еще дает энергию и мотивировать действовать. В этом моменте я вам предложу, кстати говоря, давно я смотрел в чат, что, собственно говоря, вам это дает. Напишите, какие из перечисленных или, может быть, специфических вещей позволяют вам чувствовать себя лучше, быть эффективнее как лидер и двигаться к заявленным целям гораздо более бодро. Спорт, солнечный свет, трейлы. Ух, да трепанация у вас. Ничего себе, кошмар какой. Сочувствую. Большая мечта. Прогулки, йога, свобода. Да, в последнее время ничего. Работай над собой. Так не надо. Это ваша ответственность. Ну, как бы, сказать все плохо и сказать все хорошо, одинаково легко. Ну, как бы, вот, сказать все хорошо в ситуации кризиса. Более выгодная стратегия. Значит, здесь я, правда, мотивации. Короткое совсем, время мало. В целом, эта лекция, она, на самом деле, ну, как бы, на пару часиков, поэтому я так местами пробегаю довольно быстро. И какие-то вещи зато мы проходим, кстати говоря, вот в образовательных проектах внутри нашего клуба реформа, кстати. Ну, так вот, возвращаясь к мотивации. Я сейчас немножко утрамбую, утрамбую то, что говорил прежде, и то, что мне видится важным. Значит, нас, как предприниматели, нас, как люди бизнеса, мотивируют, первое, ясно, что финансовый поток, надо деньги заработать. Потом мотивирует нас признание публичности. Кстати говоря, порой это вещи не до конца осознанные, там, доказать одноклассникам, которые давно уже, не знаю, 20 лет назад где-то сгинули, неизвестно где, и вы их помните, не помните, показать обществу, показать папе-маме, в общем, признание очень важный формат мотивации. Нас мотивирует лидерство. Если вы не задумывались об этом, закинула эту мысль, вообще-то, каждый, ну, похоже, что каждый из нас, вряд ли здесь есть линейные сотрудники, каждый из нас в какой-то момент осознанно или неосознанно выбрал быть лидером стаи. То есть, он выбрал вести за собой тех ведомых, каких в мире большинство. И в этом, ну, как бы, реализуется. Это его мотивация, это его возможность как-то вот чувствовать себя в этом мире более комфортно. Но в то же время есть и другие мотивации, которые я отношу к таким вот более высоким по пирамиде маслу. Это бизнес как творчество, как создание того, чего без тебя бы не было. Бизнес как наставничество, воспитание людей, которые подхватывая какие-то твои наработки, что-то несут в мир разумное, доброе, вечное. Что тебе кажется, должно быть больше. Да, вот в смысле, вот мое выступление сейчас перед вами, это чистая вода наставничества. То есть, я что-то там себе напридумывал, как-то это использую. И, ну, вот, я это положил в основу идеологии и образовательного трека бизнес-клуба, который я развиваю последние месяцы. И, ну, делюсь с теми, кто готов слушать вот этими историями. И мне, признаться, это, в общем, для меня довольно эгоистическое действие. Мне это нравится. Мне нравится, что под моим воздействием люди говорят, типа, о, прикольно, интересно, вот это я возьму. Это не мое, это возьму, как бы, так я буду использовать. И как-то это, опять-таки, увеличивает влияние на мир позитивно. А это тоже мне нравится. И, наконец, мотивирует создание чего-то, какого-то актива, нематериального, материального, который останется после вас. Там, для меня, например, те бренды, что я построил, та же самая Нотология, Фоксфорд, из таких вот крайних моих бизнесов, сейчас живущие без меня, активно развивающиеся, это вещи, которых не было бы без меня. Там очень много меня почти так же, как в моих детях. И это очень круто мотивирует, когда я вкладываю, создаваю такие вещи. И вам предлагаю. Итого, фолл-ап по этому блоку, значит, важно помнить про физическое, ментальное здоровье, поддержку окружения близких, профессиональное окружение, строить образ победы и будущего, помнить о инструментах рефрейминга, о снятии важности, то есть, убираем важность, убираем его цельную составляющую и решаем как-то задачу. Мыслить позитивно, ну и помнить о своих мотивациях, технических, их ивентаризировать, что больше у вас на смысле фонет. Значит, ну, еще немножко про команду. С собой немножко поразобрались. еще мем для того, чтобы разрядиться. Дам вам время, чтобы прочитать. Это, мне кажется, тоже очень про нас. Много, вот, сложные времена рождают много хорошего юмора. Тоже такая защитная реакция организма. Значит, главное, что мы не чувствуем себя особо уверенными. Есть еще наши люди, за которые мы отвечаем. Как с этим работать? Разговаривать с ними честно. По мне, лучшая стратегия честность, просто потому, что в итоге долгосрочно именно она позволяет выстраивать устойчивые, доверяющие тебе команды. Не буду все перечислять подробно, думаю, что вы успели прочитать. Назвать эти свои именами, не замалчивать, ну, быть откровенным. Помните о том, что во времена кризиса вы донор энергии. Донор энергии, донор веры в то, что светлое будущее, донор всего, что можно придумать хорошего, что вытаскивает вас и ваших людей из задницы. на примере клуба реформа Таня, мой партнер по клубу, начала писать такие вот заметки в сентябре о том, что происходит для того, чтобы просто поддерживать более плотный контакт. И писала их ежедневно о том, что вот так-то, так-то, значит, то-то я думаю, то-то я чувствую, такие-то у нас проблемы, а вот такие-то у нас есть возможности. В сегодняшней ситуации неприятно это говорить и как будто бы, в общем, не очень здорово для демократической компании такая история, но тем не менее, сейчас, наверное, попытаться договориться о том, что политика за пределами офиса это правильное решение, иначе раскол общества, который, будем честны, присутствует, может пройти и сквозь вашу компанию, что, наверное, не лучший сценарий. Выбирать опорных, то есть тех, кто может реально помочь, заодно, кстати говоря, понять, кто что стоит. Вот в ситуации, когда все плохо, люди себя хорошо проявляют. И сбор такой группы, работа с ними, в том числе, будет формой такой поддерживающей психотерапии и для них, и для вас, ну и может породить какую-то на фоне стресса интересную историю. Я часто повторяю, что лучшие учителя управленца это стресс, дедлайн, форс-мажор и дефицит. Вот, то есть когда кризис, вы со страху можете что-нибудь интересное сотворить, придумать какую-то там новую концепцию маркетинга, придумать какое-то креативное решение в области развития продукта, стратегии и так далее. Вот, и вот это можно и нужно делать с такой своей группой. Ну, здесь короткое напоминание о том, что у этих людей опорных и сильных есть кроме прагматических запросов, которые очевидны, деньги, карьера, роспрофессия и управление, есть еще и романтические, быть с автором большого дела, влиять на мир положительно, и это можно также вовлекать и использовать во благо их и вас, и вас, вашей компании. Значит, об этом еще коротко потом скажу. Ну, ясно, что довести до всех план действий внутри компании как важная составляющая. Сейчас я не буду уже проходить по примерам, тут вот предложено конкретно, как в реформе Таня со мной делала это вот сейчас, да, открыто говорили, там провели планерку, создали канал, заметки SEO, сценарий развития совместно, план реагирования, мозговой штурм и так далее, значит, индивидуальные беседы, ну и так далее, в общем, многое было. При этом, чем хуже, тем больше фокус на обеспечение выживания. Ясное дело, что, ну, помнить нужно, что при негативном внешнем воздействии важно группироваться, важно сжаться и обеспечить себе запас прочности. вот, я сейчас не буду ходить вот туда, тут есть, я же говорил, что это история, которая, она несколько длиннее, по идее, по времени, мы сейчас не успеем в нее ходить, но вот есть там сценарии оптимизации расходов, которые можно использовать. Мем, значит, мне нравится, кстати говоря, действительно задуматься при речи 23-й, если мы будем думать, что там все было, в 22-м было хорошо, это прямо интересно, что будет там в 23-м. Значит, завершая про команду, важно понимать, что в любом сценарии люди могут рассчитывать на ваше честное отношение, на прозрачность, и даже если они вынуждены будут покинуть компанию, это будет предсказуемо, это будет в том-то варианте заботы о том, чтобы их уход не был резким таким выпиныванием за пределы компании. Вот, ну и на финале скажу, что важно помнить о том, что есть и, есть фундаментальные вещи, которые мотивируют команду, я их затронул, это идеи. И в Крис эти идеи, они, идеи, смыслы, они могут приобретать еще большую, еще большую важность, еще большую значимость внутри компании. И бизнес строится не только для денег и коммерческих мотивов, как я уже упоминал, но и для того, чтобы как-то влиять на мир, положительно просить пользу, оставить свой след. И здесь я вот совсем уже коротко под финал познакомился, со своей концепцией, которую я разрабатываю, и опять-таки, которая лежит в основе Клуба Реформа, концепция прагматического романтизма в бизнесе. Это такая мировоззрительная позиция, объединяющая логику и социальной пользы, и коммерческого результата. причем, удивительным образом, одно другое подпитывает и одно другому приносит пользу. Есть хорошая цитата Корнея Чуковского, «Я буквально по ней живу, я буквально по ней строю бизнесы. Пишите бескорыстно, за это больше платят». Вот, когда я строил ту же самую там, «Нотология Групп», проще ссылаться на крайний опыт, я строил это, потому что мне хотелось создать альтернативную образовательную реальность, компанию, которая заменяет собой вузы, ну, в разрезе «Нотология», обучения, детства, профессиям. И я, это меня вдохновляло, это давало мне энергию, позволяло проходить через сложные времена, это позволяло мне привлекать сильных людей, также мотивированных миссий. Вот, и в итоге мы и компанию построили и денег заработали. Весьма, весьма много. Тоже, один из запросов, который можно себе взять на вооружение, один мой приятель задает его очень в логике прагматического романтизма. С какой несправедливостью вы боретесь? Если компания борется с несправедливостью, а не просто, как бы, зарабатывает деньги, она гораздо сильнее. И если вот вы чувствуете в себе желание как-то это применить к своему деятельности, то этот инструмент может быть очень сильным. И вот мой этот знакомый инвестор, он не инвестирует в компании, которые не борются с несправедливостью. Он считает, что это слишком ненадежно. Поскольку основатели команды могут спрыгнуть, как только будут совсем тяжелые времена. А если ты борешься несправедливостью, если у тебя есть миссия, то вероятность того, что ты спрыгнешь, она очень и очень мала. Опять-таки, личный мой опыт именно такой. Ну и вопрос, который закинул вам, какую роль миссия, если она у вас есть или нет, неважно, может играть в период кризиса у вас. И добавлю, что миссия с высоким мобилизационным потенциалом, то есть тем, которые заставляют сердце биться быстрее, и ваши команды, она работает прекрасно и на хорошие продукты, и на сильные команды, и их сплочение, и на коммерческий результат в рамках того самого пропагогического романтизма. Ну и это все рассказывает в идеале основатель, как главный такой главный опора бизнеса и главный редактор своего бизнеса. То есть эти вот смыслы, миссию и так далее в идеале мы как главный редактор, как главный такой транслятор смыслов внесем в мир. Вот. Ну и вопросы, есть ли у вас миссия и так далее, которые хотелось бы наверное в финале вам закинуть для того, чтобы подумать. Я буду заканчивать, можно было бы продолжить, может быть, если говоря, может быть сделать еще одну встречу тогда, если вам показалось это любопытным на этот счет. За финальным таким слайдом, который мне, цитаты, которые мне очень нравятся и Черчилля, и которые, мне кажется, весьма актуальны сейчас. Вот. У меня, пожалуй, все. Спасибо. Если есть вопросы, давайте, у нас есть 7 минут, я на них поотвечаю. Максим, спасибо огромное. Друзья, если есть вопросы, у вас есть чат, вы с ним разобрались, мы это видим, адресуйте вопросы в него. Мы сейчас попробуем ответить. Да, я вижу, что вот есть именно вкладка вопроса, да, даже? Там с вкладкой вопроса, с вопросами все вроде проще. Там есть один, как правильно и эффективно найти миссию. Такой большой, масштабный вопрос. Я могу сказать, как это работает у меня. Опять-таки, если получится, я могу даже по-быстрому может показать на примере картинки. Я недавно собрал для себя картинку, которая, мне кажется, внятно иллюстрирует. Дай-ка я попробую сейчас. Я смогу расшарить экран? Скорее, там зависит от компьютера. Если у вас Mac, то это сложнее. Да, у меня Mac. Все плохо. Нам иногда нужны танцы, да. Нет, подожди, я попробую по-быстрому, потому что все-таки мне нужно, видимо, а, нет, это, я вылечу сейчас из... Да, есть немножко. Скорее всего, расшарить не получится, можно закинуть, попробовать картинку, ну или сейчас текстом выписать, мы можем приложить в рассылке эту картинку, как только вы ее найдете. Я рекомендую, я нашел уже ее, это вот тоже один из текстов. Я много пишу, то есть мне интересно суммировать те те наработки, которые у меня рождаются из практики бизнеса, и вот я много в последнее время пишу на этот счет, дай-ка я закину просто тупо в чат ссылку на этот пост, и он отвечает на этот вопрос на самом деле примерно чуть более, чем полностью. Вот если зайдете, посмотрите, пожалуйста, значит, что там мы видим? стратегия цели компании, то есть миссия компании это некий первый уровень подводной айсберга, но она базируется на чем-то, что является глубинным мотивом или личной миссии основателя, то есть что-то, что нам хочется делать, но вот в идеале та же самая несправедливость, с которой нам хочется бороться, но и это тоже не само по себе, оно еще глубже базируется на психологических установках, наших личных, на возможно, каких-то комплексах, травмах детства, желаниях чего-то кому-то доказать и вот так и получается, то есть вот наш тип личности, наш желание как-то реализоваться, доказать некоторый незакрытый гештальт вырастает в глубинный мотив, как вот в картинке показано, на которой я сейчас скинул ссылку, глубинный мотив наш с вами основателя, он, этот мотив рождает миссию ценности и направления движения и это уже перерастает в стратегию целей бизнеса. Еще вопрос в чате, который есть, что бы вы делали сейчас, если бы не было подушки безопасности финансово имеется в виду? Что бы я делал, если бы не было подушки безопасности? Ну, плюс-минус то же самое, что говорил, первое, конечно, я бы очень сильно оптимизировался, я оптимизировался, у меня есть подушка безопасности после экзита из антологии группа большая, хотя, опять-таки, несколько миллионов долларов у меня просто ухнуло в никуда на фоне этих экономических и политических неприятностей, вот, но при этом, конечно, по счастью, я заработал гораздо больше, но если бы не было, я поджимался бы, я и так немножко поджался, а потом я бы искал, типа, что вот в этом новом интересном мире в контексте рефрейминга для меня окно возможностей и где я могу быстро вернуться к нужному мне уровню закрытия базовых гарантий для семьи, да, то есть, в большом счету, я довольно неприхотлив, но, как бы, для семьи я уже создал определенный уровень комфорта и вопрос, так сказать, чести его поддерживать. Классный вопрос в финале. Максим, с какой несправедливостью вы сейчас боретесь? Хороший вопрос. Я могу точно, то есть, когда я рулю компанией, ответ у меня будет мгновенный, то есть, так сказать, ночью разбуди меня. В случае, там, скажем, сонтологии групп, это был ответ такой, то, что мы образовательный партнер человека в меняющемся мире. Для нас в этом была большая глубина, потому что это означало, что мы не верим, что консервативное образование способно помочь человеку в этом мире, который стал другим, и пересобрать образование. Это должны сделать мы. Мы партнер, который собирает дошкольное, школьное образование, средне-специальное, высшее и так далее. Вот мы искали это направление, и вот мы боролись с несправедливостью низкого качества образования и его неравномерное распределение. Я такой шутил шутку, то, что онлайн-образование, как Смит Инвессон на Диком Западе, это великий уравнитель. Он как бы распространяется, позволяет всем иметь единые возможности доступа к знаниям и мотивации, не только в городах-миллионниках, но и там в любой деревне. Вот. Сейчас моя личная миссия, она не так остро завязана несправедливости, хотя тоже я об этом как человекофректирующий думаю. И вот, пожалуй, если коротко сформулировать, то мне хочется поднять значимость и яркость образа предпринимателя до максимальной высоты. То есть предприниматель равно рок-звезда, предприниматель это самое офигенное занятие в мире. Учитывая то, что в России в принципе при прочих равных предприниматель чаще воспринимается как барыга, как спекулянт, как такой человек, который в общем про бабки. И поэтому, опять-таки, я построил клуб, который, суть которого, что бизнес это не только про деньги. То есть я борюсь с неправильным образом предпринимателя в русскоговорящем пространстве. Спасибо большое. Кажется, начало меняться. По крайней мере, я вокруг ощущаю эту смену парадигмы, что предприниматель классный, интересный человек, который приносит ценность, дополнительную пользу и двигает вперед в отрасль, технологию, людей, начиная с себя. Спасибо огромное, Максим. Спасибо вам, ребята. Счастливо. Мы, друзья, смотрите, прошли первую часть нашего сегодняшнего вебинара в рамках большого марафона. И мы сейчас будем говорить про вторую часть, вторую составляющую. И вторая составляющая у нас будет касаться непосредственно бизнеса и оптимизации такого бизнеса. Мы сейчас хотим поговорить про ту часть, когда собственник, ну вот в первой части мы посмотрели, как ему найти внутренний стержень, внутренний мотив, как держать себя в тонусе, найти ту цель, которой он хочет идти, и энергию для достижения этой цели. А сейчас мы поговорим про построение бизнеса и про команду, и посмотрим, как же трансформировать текущий бизнес для того, чтобы он в условиях кризисных, внешних, мы будем все время возвращаться к этой теме, потому что мы внутри нее существуем, как в этих внешних условиях построить стабильный бизнес и какие реальные инструменты для этого есть. Я очень хочу пригласить в эфир Юрия Николаева, директора по продажам компании 1S Matrix. Юра, привет большой. Миша, рад тебя приветствовать. Надеюсь, меня видно и слышно хорошо. Да, и звук, и свет есть, и я передаю аудиторию в твои заботливые руки и презентацию тоже передаю тебе. Прекрасно. Друзья, очень рад всех приветствовать и сразу предупреждаю, что моя презентация будет сильно не похожей на презентацию Максима, которого я безмерно уважаю и благодарен за то, что он поделился ценностями предпринимателя, ценностями лидера. Я постараюсь немножко сузить сейчас вопрос тех антикризисных методик и решений, которые мы с вами сможем применять и в предстоящем пугающем многих году, да и не только в нем на самом деле, и даже в настоящее время. И так как я в компании Bittrex24 отвечаю за продажи, конечно, больше всего в моей презентации будет о продажах, о роли продавцов, о взаимоотношениях с клиентами, о CRM, вот это вот все. Давайте поговорим о том, что нас ждет в будущем, о том, как нам подготовиться к этому. И, наверное, самый главный вопрос, который я хотел раскрыть в начале презентации, это не единственный, но с него бы и хотелось начать. Это как снизить зависимость от того самого пресловутого человеческого фактора в продаже. Дело в том, что когда в мире турбулентность, турбулентность и в сознании, и в моральном состоянии людей, и на продавцах, друзья, это, конечно, тоже отражается. И, возможно, люди, которые у вас еще вчера продавали великолепно, сегодня начинают продавать как-то немножко хуже. Возможно, люди как-то начинают смотреть по сторонам и думать, а вдруг я в этой компании не удержусь, а вдруг я в ней не смогу заработать столько, сколько зарабатывал раньше. И есть вообще два выхода из этой ситуации. Первый выход. Вот он кажется на самом деле простым, но на самом деле он менее простой. Вообще не заморачиваться по поводу того, какие продавцы сосредоточатся только на топах, так называемых чемпионах продаж. Я уверен, что у большинства из вас, кто смотрит сегодняшний вебинар, продажами занимается не только один человек и не только вы, если, например, вы владелец бизнеса или предприниматель. Возможно, у вас есть небольшой отдел продаж, возможно, есть большой отдел продаж. Все может быть. Но я хотел бы поделиться книгой, которая поможет всем на самом деле, вне зависимости от того, нанимаете вы продавцов или проводите переговоры самостоятельно. Так, любопытно. У меня в этот момент пропал чат. Я надеюсь, он вернется. Я надеюсь, что я сам не пропал. И продолжу дискуссию с вами. Вопросом, кто такие чемпионы продаж, почему они делают это хорошо и почему они делают это хорошо даже в сложные кризисные времена, озадачились несколько зарубежных авторов, которые провели довольно серьезное исследование. И это было любопытно, потому что они анализировали, как ведут себя разные продавцы в разные времена. Они сегментировали команды продавцов и выделили такие психотипы, как, например, строители отношений. Те, кто очень любит общаться с клиентами, хочет подружиться с ними, приглашать их, если не на день рождения, то как минимум в ресторан и многое-многое другое. Были так называемые одинокие волки. То есть, которые, знаете, продавцы в какой-то степени командные социопаты, но очень целеустремленные и умеющие добиваться решений. Были так называемые трудяги, которые, ну вот, я буду стараться, я приложу все усилия и, может, получу результат. И были чемпионы продаж. Я не буду спойлерить, чем последние отличались от предыдущих. Почитайте. Это очень полезная книга и она очень помогает продавать, например, в B2B. Но я хочу раскрыть, почему этот путь может быть более длинным. Потому что, на самом деле, найти чемпиона продаж и убедиться, что он интегрировался в вашу структуру не так легко и не так быстро. Мы, например, недавно искали хорошего продавца в нашу команду энтерпрайз продавцов, тех, кто работает с крупными ключевыми клиентами. Несколько месяцев занял поиск. Плюс онбординг, плюс адаптация. А теперь самый главный вопрос. Все-таки, если уйдет чемпион, что будет делать эта команда? Поделюсь своим личным опытом. Я был некое время назад вице-президентом одного инвестиционного фонда, отвечал за продажи и за развитие и у меня было много интернет-проектов, в которые я погружался. И в одном из них дела шли вроде бы неплохо, но все держалось на одной девочке-продавце Наташи. И руководитель говорил, я верю, вот Наташа, она просто супер, она прекрасно продает, и я вообще даже не хочу влазить, что она делает, как она делает. Как закончилась эта история? Ожидаемо. Наташа ушла, продажи обвалились, передать знания она не успела, не смогла, в результате проект нами был закрыт. Просто потому, что он не выходил ни на какие ожидаемые показатели продажи. Так вот, друзья, опыт нужно и важно систематизировать. И этот опыт, он не должен быть ценностью только одного этого чемпиона продаж, он должен быть собственностью компании, ценностью компании. Один из идеальных сценариев, как это сделать, через базы знаний и регламенты. И мы, например, так делаем в нашей компании Bitrix24. То есть, это единое пространство, где хранятся все наши ключевые, ценные, полезные регламенты, скрипты, материалы о продуктах, материалы о клиентах. И если, например, у нас уходит один сильный продавец, на его место приходит другой потенциально сильный, он очень легко погружается в эту систему, потому что все знания, они уже на кончиках пальцев. Друзья, я не вижу сейчас чат, я предполагаю, что коллеги по каким-то причинам его выключили, возможно, только для меня, но было бы полезно, если бы вы написали, есть ли база знаний в вашей компании. Возможно, если не в чате, то в телеграм-канале этого марафона. Какую базу знаний вы используете, как вы ее создаете, потому что это очень большая ценность, которая помогает снижать зависимость от человеческого фактора. Но есть еще один путь. Он кажется более длинным, чем просто нанять чемпиона в продаж, и в то же время он более правильный. И я регулярно задаю этот вопрос, когда беседую с различными руководителями. Да, я уже проскочу этот момент, что кроме базы знаний может быть очень-очень много всего. Так. И в этот момент я понимаю, что я даже не могу сейчас по какой-то причине. Вот, все. Все вернулось. Отлично. Лисать презентацию. Я проскочу момент по поводу того, что кроме базы знаний есть еще очень много разных HR-инструментов. И сосредоточусь на тех самых продажах, о которых обещал с вами сегодня говорить. И вот вопрос, который я задаю. Тем 75% российских предпринимателей и владельцев бизнеса, которые до сих пор работают в Excel, ну, раньше это был Google Docs, сейчас уже тяжело с этим получается. Да хоть нам, друзья, в амбарных книгах на бумажках и писульках вместо CRM. Я спрашиваю, может быть, пора все-таки наконец-то внедрить CRM. Я не оговорился в цифре, друзья. Около 25% российских компаний CRM используют, это одна из четырех. Три четверти не используют. То есть, либо не ведут учет продаж, либо делают это в блокнотиках, опять же, в Excel-файлах. Почему CRM поможет? Почему CRM поможет преодолеть любую зависимость от человеческого фактора и любую турбулентность? Да потому, что, наконец-то, владелец бизнеса, управляющий бизнесом и даже руководитель отдела продаж с помощью CRM видит реальную картину в отделе продаж. И не только в отделе продаж. Есть знаменитая фраза «Мы не управляем тем, что мы не в состоянии посчитать, что мы не в состоянии измерить». Смотрите, CRM дает нам возможность оценить ситуацию с нашей воронкой продаж. И тут, кстати, тоже любопытная история, потому что компании, которые CRM не используют, они и воронку продаж никакую не строят и не используют никакие методологии работы с клиентами на разных этапах. Она позволяет оценить вклад каждого менеджера в продажи, оценить, что происходит в сегменте постоянных клиентов, построить рейтинги по LTV, по успешности продавцов, позволяет сравнивать динамику периодов, видеть, как меняются продажи на протяжении разного времени. И главное, отвечает на вопрос в моменте, то есть не по итогам месяца, а в моменте, а выполнит ли моя компания план продаж, а выполняет ли она план продаж. Друзья, ответ на этот вопрос, возможно, многие из вас, например, по итогам ноября узнали 1 декабря, удалось ли выполнить план продаж или нет. Но вообще нормальное состояние бизнеса это выполнять планы продаж немного заранее, чем месяц закончился. И самое главное в течение месяца понимать, что все идет так, как вы задумывали, для того, чтобы потом не столкнуться с какими-то непрогнозируемыми последствиями. Ну и еще одна прекрасная вещь, которая лично мне безумно нравится в CRM, и которую я сам использую с огромным удовольствием, это автоматизация продаж. Ну, например, у нас в BITREX 24, понятно, мы используем нашу же CRM, и мы автоматизировали очень много вещей с помощью так называемых роботов либо триггеров. Роботы это по сути маленькие программы, это не устройства, знаете, Boston Dynamics с руками-манипуляторами, нет, это маленькие программы, каждая из которых отвечает за какое-то небольшое действие. А триггеры это события, при наступлении которых CRM реагирует и тоже что-то делает. И посмотрите, что можно в принципе автоматизировать в CRM. Ну, например, распределение клиентов по менеджерам. У меня была удивительная история, опять же, из моего давнего опыта, когда я пришел в один проект, который работал на рынке уже около 10 лет, и продажи находились на плато, то есть так, знаете, плюс 2%, минус 2%. И в этой компании не было CRM. Зато там были опытные менеджеры, которые знали всех с клиентом, знали, как с ними работать. И первое, что я сделал, друзья, я заставил эту команду внедрить CRM. Дальше, в течение буквально месяца продажи в этой компании выросли на 50%. Вот просто почувствуйте разницу, плюс 2, минус 2 и плюс 50 в течение месяца. Почему так произошло? Потому что CRM наглядно показала, каких клиентов до этого менеджеры игнорировали, а каких они забыли. Были менеджеры, которые за собой закрепили огромное количество клиентов и даже не связывались с ними, и, естественно, клиенты не покупали. Стоило заменить менеджера, стоило поменять клиентскую базу, провести ротацию, сразу пришел результат. CRM может вообще автоматически распределять и любые входящие обращения между менеджерами, и создавать задания для менеджеров по конкретным сегментам. И самое приятное для меня, как для руководителя, CRM отправляет уведомления руководителю, если менеджер косячит, ну то есть не делает то, что он должен делать в отношении клиента. Более того, CRM может страховать менеджера, отправлять автоответы клиентам, например, подтверждение, что ваш заказ взят в работу, мы скоро с вами свяжемся. Неважно, e-mail это, смс, сообщение в мессенджер, да, клиент в любом случае получает какое-то подтверждение, что компания о нем не забыла. И самая, наверное, крутая вещь, которую CRM может делать, она снимает с менеджера заботу о создании разных документов. То есть, она может создавать коммерческие предложения, счета, просто переносится сделка на соответствующую стадию, откуда клиенту должен быть выставлен счет. CRM подтянет все данные из карточки сделки и сгенерирует нужный документ и, более того, даже при необходимости отправит его клиенту. То есть, есть конструктор документов, который вам позволяет наконец-то снять вот эти вот походы от менеджера к бухгалтеру. Ой, Марья Петровна, выставьте, пожалуйста, счет, значит, у меня вот такой-то клиент готов сегодня оплатить, но вот счет нужен прямо сейчас. Да, CRM это за секунду сделает, не нужно будет никуда ходить. Уже будет счет за печатью, подписью руководителя или не только счет. И это безумно полезная история, друзья. Почему? Потому что, когда в компаниях происходит внедрение CRM, многие продавцы думают, блин, это вместо меня сейчас внедрят какой-то искусственный интеллект и в результате я потеряю свою работу. Да нет, вообще не в этом предназначение. По сути, CRM как раз высвобождает эмоциональный интеллект продавца. Она снимает с него рутину и позволяет ему заниматься тем, что он способен делать лучше всего. Вести переговоры, общаться с клиентами, продавать. А такой рутиной, как, например, создание, генерация счетов или отправление счетов или какие-то, например, автоответы клиенту, этим всем займется CRM. И сделает это, на самом деле, абсолютно качественно. Что самое приятное, друзья, можно ведь будет еще и проконтролировать этот вопрос качества, потому что в CRM будут храниться все коммуникации менеджеров с клиентами. И если вам, например, принципиально важно знать, как ваши продавцы общаются с клиентами по телефону, вы сможете прослушать эти звонки, вы можете увидеть подробную статистику по ним, или, забегая вперед, вы сможете понять, насколько ваши клиенты довольны общением с вашими продавцами, какие оценки они им ставят. Но я об этом скажу немножко позже. У меня есть еще одна важная такая часть, которая объясняет вообще пользу от внедрения CRM. CRM это мостик между маркетингом и продажами для любой компании. Очень у многих бизнесов маркетинг живет отдельно, продавцы живут отдельно. Более того, между собой они традиционно не дружат. Маркетинг говорит, мы привели столько классных лидов, а вы их все слили куда-то в унитаз. А продавцы говорят, вы привели абсолютно отстойные лиды, это вообще непонятно кто, это не клиенты, это студенты. И начинается вот эта вот извечная возня. Так вот CRM это тот самый инструмент, который позволяет не противопоставлять работу маркетинга и продаж, а объединить их и сделать так, чтобы одна команда работала в одной лодке с одним инструментом. Например, с таким, как сквозная аналитика. Друзья, если вы опять же в вашей компании уже используете и внедрили сквозную аналитику, напишите, пожалуйста, об этом. Возможно в чате, возможно в телеграм-канале. Если не используете, я очень рекомендую присмотреться к этому инструменту. И подавляющее большинство компаний в России, дам небольшую подсказку, даже не 75%, а более 90%, о нем просто что-то слышали. А ведь сквозная аналитика это инструмент, который вам позволит понять, насколько эффективно ваш маркетинг тратит деньги и как потраченный каждый рубль или каждый тысячу рублей превращается в итоге или не превращается в клиента. С какой эффективностью менеджеры обрабатывают эти лиды и с каких каналов приходят эти лиды. И в итоге это дает ответ, хорошо, а если я, например, выделю на маркетинг на 100 тысяч рублей больше, принесет ли мне это ожидаемое 300 тысяч или миллион или больше. Очень полезный инструмент, друзья, очень рекомендую присмотреться. Ну и я обещал ответить на вопрос, как сделать клиентов счастливыми. И я уже такой спойлер небольшой давал, что на самом деле клиенты ожидают качественного отношения к себе и они готовы это отмечать. Есть интересная статистика. 80% компаний, даже не в России, а в мире, уверены, что они оказывают клиентам хороший сервис. Ну, не обязательно идеальный, но, скажем так, хороший. А теперь, внимание, вопрос. Знаете, сколько самих клиентов так считают? 8% друзья. Чувствуете, какая огромная разница 80 и 8? Чего не хватает клиентам? Банальной оперативной коммуникации. Очень часто происходят истории, когда, ну, допустим, я покупал какое-то время назад машину, и я решил сделать тест-драйв, я отправил, зашел на сайты трех разных салонов, потому что выбирал между несколькими брендами, и отправил заявки на тест-драйв в три салона. Знаете, из двух мне даже никто не ответил. Я не знаю, как они квалифицировали этот лид. Да, наверное, чувак прикалывается, хочет полтора миллиона или два миллиона на машину потратить. Да, не, не, ерунда. Это какая-то ерунда, мы не будем отвечать. Из третьего салона ответили, я поехал, провел тест-драйв, в итоге мне все понравилось, я купил машину там. Но это, конечно, такой пример, очень банальный, но в моей жизни это встречалось много-много раз, наверняка и в вашей тоже. Когда вы что-то заказали в интернет-магазине, когда вы отправили какую-то заявку, я не знаю, на просмотр квартиры, что угодно, и по факту просто это игнорируют. Так вот, друзья, опять же, здесь CRM очень сильно помогает, потому что внутри современной CRM, ну, например, у нас в Bitrix24 есть такое понятие, как контакт-центр. И это не колл-центр с тысячью сотрудников, которые сидят и что-то, значит, звонят по телефону. Нет, это автоматика, которая фиксирует все обращения и делает так, чтобы эти обращения, они не остались без ответа, чтобы обязательно был назначен менеджер или произошел автоответ, чтобы клиент понял, что с ним начали работать. И здесь очень приятная история, так как есть такой инструмент, мы с вами можем реагировать быстро. У меня был тоже забавный случай в продолжении истории с покупкой машины, правда, другой. Когда я купил машину, я купил ее в конце года, а резина на ней была летняя, потому что традиционно автосалоны продают с летней резиной. И я решил купить себе, значит, зимнюю резину. И я листал одну социальную сеть и тут же увидел рекламное объявление. Ну, знаете, как это работает? Что-то сказал вслух, микрофончик подслушал, рекламная сеть тут же подставила объявление. Интернет-магазин, значит, зимний резин. Я зашел, смотрю, о, хорошие ребята, написал им в чате. Ребята, нужна такая-то резина, значит, ну, для такого-то размера. Дело было, по-моему, в среду. Мне ответили, я написал в среду утром, мне ответили в четверг вечером. Я думаю, ох, ничего себе, какие быстрые. Ну, ладно. И они задали уточняющий вопрос, я на него ответил, и после этого они ответили мне, нет, вы не угадали, они вообще не ответили. То есть, они просто пропали. Нет, чтобы просто сказать, вы знаете, такой резины у нас нет. Они просто забили на какого-то там человека, который что-то там из социальной сети пишет. А почему так? Потому что, возможно, сидел один какой-нибудь менеджер, у которого были открыты, значит, 10 разных окошек, и он между ними метался, смотрел, написал там, кто-то не написал, пошел чай попил, пошел сериал посмотрел, закрыл окошки и забыл. Так вот, друзья, для того, чтобы этого не было, в CRM все эти обращения из разных каналов фиксируются для менеджера в одном окне. Менеджер отвечает прямо из CRM в чате, но клиент получает ответ там, где он писал. Неважно, ВКонтакте это, либо какая-нибудь другая социальная сеть, либо мессенджер. То есть, он получает ответ в своем канале. И это важно, и это полезно. И в итоге, когда клиентам отвечают быстро, конечно, они намного более довольны. Когда их вопросы решают, конечно, они очень довольны. Когда они видят, что с ними ведет диалог не бот, а живой человек, они еще больше довольны. Они с удовольствием ставят пятерочки за это общение. А мы потом эту статистику, друзья, у себя собираем. И мы анализируем, насколько хорошо наши сотрудники, наши консультанты или наши менеджеры общаются с клиентами. И для нас очень важно, чтобы этот показатель был высокий. 92%, 95%, иногда даже больше позитивных оценок. Это о многом говорит. Друзья, это абсолютно реально измерить индекс клиентского счастья даже с помощью такого простого инструмента, как оценки внутри CRM, внутри контакт-центра. Если раньше вы так не делали, я рекомендую, попробуйте. То есть попробуйте не просто ожидать, что ваши менеджеры или ваши консультанты будут клиентам отвечать, а попробуйте собирать ту самую обратную связь. Потому что чем более ваши клиенты счастливы, тем больше вероятность, что в итоге ваши продажи будут идти хорошо. Ну и в завершении этой презентации хочу дать так же, как Максим давал свои советы, свой совет, как вести стратегию в ближайшее время. Я уже говорил, что управлять можно только тем, что ты измеряешь. И я несколько раз приводил автомобиль как пример объект покупки. В данном случае я хочу привести автомобиль как пример нашего бизнеса. Вот пример, когда вы управляете каким-то бизнесом, это то же самое, что вы сидите за рулем автомобиля. И когда вы сидите за рулем автомобиля, перед вами есть приборная панель. Я мог бы привести пример самолета, но он не был бы таким релевантным, потому что не все сидели в кабине пилота. А за рулем очень многие из нас. И вам очень важно понимать, если вдруг, не дай бог, потекло масло, понять это вовремя. Если вдруг, не дай бог, пробилось колесо. У меня был такой случай две недели назад. Пробил колесо, машина сразу мне об этом подсказала, я очень быстро остановился, благо рядом была точка, куда можно было подъехать, его подкачать, и после этого просто доехать до шины монтажа. Если бы я об этом узнал постфактум, я бы ехал на спущенном колесе и просто бы дальше эта история могла закончиться плачевно. И таких примеров очень-очень много. Скорость, количество бензина. Очень неприятно узнать в последний момент, что бензин-то оказывается закончился. Но ведь, друзья, все это давно придумано за нас. Автомобиль подсказывает нам о том, что происходит внутри. А не знаю, какая температура, за бортом и в двигателе, не перегрелся ли автомобиль, не нужно ли ничего проверять. И то же самое должно быть у вас. И в этом смысле вы сможете пройти любой кризис, понимая заранее, как обстоят дела и влияя на те факторы, на которые важно и нужно влиять. И лично для меня, как для директора по продажам, CRM – это как раз такая приборная панель. Благодаря ей я лучше понимаю, что происходит. Благодаря ей я могу лучше управлять продажами в нашей компании. И, слава богу, здесь действительно все идет очень-очень хорошо. Что рекомендую сделать вам, друзья? На 2023 год определите цели и показатели не только в виде «я хочу вот такую-то выручку», но декомпозировав эту выручку, например, на выручку от новых клиентов и от старых, на выручку рекуррентную, то есть повторяющуюся, возобновляемую, и ситуативную, когда клиенты просто иногда оплатят, на выручку, не знаю, от того, когда клиенты увеличивают затраты на вас или уменьшают. Потому что вот эта декомпозиция поможет вам лучше понять, где и что происходит. Оцифруйте не только то, что связано с продажами, но и то, что связано с коммуникациями с клиентами, количество звонков, качество звонков, качество общения. Постройте для себя некие дашборды, которые позволят вам понять, что же в вашем бизнесе происходит. Ну и то, с чего я начинал, друзья, у вас обязательно должна быть система передачи опыта и знаний и регламенты, которые позволяют, даже если какие-то продавцы или другие сотрудники покинут вашу компанию завтра по тем или иным причинам, чтобы вы могли легко и спокойно заменить их и чтобы ваша компания при этом не потеряла в качестве. Сложно ли это? Нет. Это просто требует времени. Но когда вы приложите усилия в этом направлении, вы обязательно получите самый лучший результат и сможете пройти любой кризис. Если вы помните, я не стал ставить картинку из знаменитого фильма «Безумный Макс», но даже в те страшные и стрёмные времена, когда, значит, была одна сплошная пустыня, на специально оснащенных автомобилях, они умудрялись, значит, успешно преодолевать эту пустыню. Я желаю вам оснастить ваш автомобиль и ваш бизнес всеми нужными инструментами в преддверии 2023 года. Спасибо за внимание, друзья. Я очень надеюсь, что у вас будут вопросы, на которые я смогу ответить и с радостью на них отвечу. Ага, вот я вижу, у меня снова появился чат. Так, я вижу сразу, здесь есть много вопросов о том, насколько быстро вообще работает история с внедрением CRM. Вы знаете, я вот приводил пример, как мы искали продавца. Продавца надо искать 2-3 месяца и еще пару месяцев его адаптировать. То есть, это примерно до полугода занимает ввод в действие одного хорошего продавца. В случае с CRM, я бы оценил, наверное, где-то в 2-3 месяца, опять же, первое базовое внедрение CRM. То есть, примерно за квартал вы сможете не только внедрить и настроить CRM, но и получить какой-то первый результат. Вижу прекрасный вопрос, как преодолеть сопротивление менеджера при внедрении CRM. Знаете, у меня был один из самых популярных видеороликов, который я все время опубликовал в ныне запрещенной какой-то, ну не буду говорить, какой-то социальной сети, где менеджер и CRM были в роли мужа и жены, которые пришли на прием к психологу. И понятно, между ними был конфликт. Этот конфликт, он исторический. Потому что менеджерам без CRM бывает проще. Они могут под ковер замести, значит, какие-то вещи, которые не хотят, чтобы руководитель видел. И они на самом деле ставят компанию в зависимость от себя. Поэтому для внедрения CRM недостаточно просто, знаете, как-то подсластить жизнь продавцов. Здесь обязательно нужна управленческая воля. Здесь обязательно нужна управленческая воля сверху от директора, от руководителя отдела продаж. Что, в конце концов, проценты от продаж получает тот, кто работает в CRM. Причем работает в CRM в соответствии с эффективными регламентами. И каждый из нас, он изменения не очень любит. Когда нам надо похудеть, или там, не знаю, кто-то курит, бросит курить, или какие-то другие, приобрести новые полезные привычки вместо вредных, мы это обычно через боль проходим. Это не происходит за секунду. Но потом мы благодарны, что это произошло. Поэтому, друзья, здесь нужно просто менеджеров подготовить, что это неизбежно. Да, работа без CRM это уже не работа. Коллеги пишут, что на самом деле не у всех у них помогает, не у всех получается даже полгода. Вот здесь я бы посоветовал привлекать хороших системных интеграторов, CRM интеграторов. Я вижу, здесь есть такие в чате, коллеги пишут о том, как они, например, помогают внедрять CRM. И если не хватает вот такого опыта внутри, его всегда можно приобрести извне. Вижу очень много вопросов о конкретных интеграторах, о конкретных компаниях. Вы знаете, у нас есть на сайте BITX24 рейтинг интеграторов. Он формируется в зависимости от объема продаж, от качества внедрений, от того, ну, даже не сказал бы от качества внедрений, от того, наверное, от тех оценок, которые клиенты дают за реализованные проекты. Вот так вот скажу. И вы можете выбрать там на ваш вкус, на ваш бюджет, их на самом деле очень-очень много. Как убедить акционеров на расход, что расходы по внедрению CRM плюс интеграцию в текущую ERP? Друзья, все очень просто. Любой акционер понимает термин инвестиции. Внедрение CRM это не расходы, это инвестиции. Потому что они позволяют, во-первых, сэкономить на огромном количестве потерь, которые раньше были из-за того самого человеческого фактора. И B, очень сильно повысить продажи, потому что это и позволяет лучше работать с новыми клиентами через более качественную обработку лидов, и лучше работать с повторными продажами. В результате затраты на внедрение CRM, они, как правило, не сопоставимы с выгодой от этого внедрения. Я имею в виду не сопоставимы, то есть выгода намного больше. Это все можно просчитать. Это все можно просчитать. Насколько точна аналитика Bittrex? Есть ли расчет конверсии на этапах и общее? Друзья, конечно, такой расчет есть. Есть огромное количество отчетов внутри нашего функционала аналитики в Bittrex24. И, что самое приятное, мы, по сути, живем внутри экосистемы, потому что очень многие компании создают специальные приложения для Bittrex24, в том числе отчет для руководителя отдела продаж, разные дашборды, которые расширяют возможные Bittrex24, позволяют более продуманно учитывать конверсии. И, кроме того, если вы хотите использовать какое-то еще более сложное программное обеспечение, более дорогостоящее, оно также спокойно может быть интегрировано с Bittrex24. Поэтому здесь любую метрику вы можете с помощью Bittrex24 оцифровать. Друзья, вижу, что этот эфир был сегодня полезен. На самом деле мы уже подошли к тому моменту, когда нужно заканчиваться. Но у меня есть для вас одна еще приятная история. Мы подготовили для вас очень большой бизнес-бокс от нашей команды и лично от меня, который будет предоставлен всем участникам эфира. Мои коллеги после завершения марафона сделают рассылку, и вы получите эти материалы, которыми сможете пользоваться абсолютно бесплатно и с очень большой ценностью, с очень большой пользой. Спасибо вам большое за активность. Я вижу, что прям много вопросов и большой отклик вызывает эта тема использования CRM и то, как качественно управлять продажами. Для меня, как для человека, который со своей стороны отвечает за продажи, это очень ценно. Спасибо вам большое. И я также напомню, что наш эфир заканчивается на сегодня, но наш марафон продолжается. У нас завтра, послезавтра еще будут очень крутые, классные спикеры, очень много ценного и интересного контента. Поэтому выделите пару часов времени, присоединяйтесь. Я уверен, что это будет полезно. Спасибо вам всем огромное, друзья. До новых встреч.